Тут недавно в Финляндии проходил чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Да-да, у того, как ты месишься под металлику, мотая головой, есть целый чемпионат, который проходил уже в 20-й раз. И впервые за историю этого соревнования первое место занял представитель России, Кирилл Брюменкранц под псевдонимом Your Daddy. Он опередил своего противника на 0,3 балла и вышел победителем. Поздравляю! Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. А еще поздравляю учащихся с началом учебного года. Надеюсь, все рады, что лето наконец закончилось, и вновь можно приступить к жадному впитыванию знаний, красиво писать конспекты и соревноваться в успеваемости со своими одноклассниками. Прям не нарадуюсь за вас. А за выходные произошло много всего, и отобрав из этого только самое странное и из ряда вон, все равно получилось слишком много маленьких новостей, поэтому сегодня в некотором смысле не формат. Как пробежалась новость о том, что в Албджихе что-то донашли, сразу же появились желающие это что-то поделить, и даже на юридическом основании, а людям, которые нашли это самое что-то, уже походу златые не светят. Речь идет именно о награбленном имуществе, в том числе о золоте и, возможно, о предметах искусства, но это не клад, поэтому юридических прав на него у людей, которые предположительно нашли этот груз и претендуют на какой-то материальный стимул, нет. Это груз связанный с преступлениями нацистов, для него существует иной правовой порядок разбирательства. Поделился юрист Михаил Йоффе. По словам этого же юриста, все, что может находиться в этом золотом поезде Третьего Рейха, должно быть описано и поделено между странами-участницами антигитлеровской коалиции. В данном случае Польша обязана привлечь международных экспертов, чтобы понимать, о каком грузе, военном трофее идет речь. И если это имущество вывезено с территории, в том числе Советского Союза, то данный груз по нормам международного права должен быть передан российской стороне. Всемирный еврейский конгресс также считает себя прецедентом на эту находку. Если золото принадлежало убитым в концлагерях евреям, то должно достаться их наследникам. А если наследников не найдут, то организации польских евреев. А Польша вообще подумала оставить все это себе. Мда, еще не подтвердили, что там вообще нашли, а уже нашли делители этой самой шкуры ненайденного поезда. А ведь последние 70 лет никто особо и не верил в существование этого состава. Посмотрим, к чему приведет эта золотая история, лишь бы не к крупному конфликту. А в Испании произошло настоящее преступление против исторического объекта. В Галисии на северо-западе Испании строители уничтожили погребение времен Неолита и вместо него поставили столик для пикника. И, кстати, уродливый. Уже потом выяснилось, что погребению этому больше 6 тысяч лет и что оно было внесено в список объектов культурного наследия и вообще должно было охраняться. Но не спешите ругать необразованных строителей. О том, что это историческое достояние, не знал даже мэр города. Он посетовал, что его не предупредил никто, а то они бы как-нибудь обозначили, что это памятник, табличку, мол, поставили бы. Кто кому должен был сообщить, неясно, но теперь местные власти проводят расследование. Но по факту уже ничего не вернешь, сооружение разрушено. Жаль. А в Исландии есть сайт Better Rikiavik, на котором сами горожане выбирают программы по улучшению столицы. Сейчас власти города с поддержкой местных собираются назвать улицу в честь Дарта Вейдера. Называться она будет Свардхофи, что с исландского означает черная голова. Это они так называют лорда ситхов в своей версии Звездных войн. А еще до кочи мэр предложил пронумеровать дома на этой улице, как эпизоды. Сначала 4, 5, 6, а потом 1, 2, 3. А потом 7 и дальше. И, вероятно, эту идею жители тоже поддержат. Прикольно у них там в Исландии, и то, что мнение людей учитывается до такой степени, и идея прикольная, вообще у них там классно. Ноэль Бидерман, генеральный директор компании Avid Live Media, который принадлежит сайт Ashley Madison, о скандальном взломе которого я рассказывала вот тут, ушел в отставку. Якобы это каким-то образом поможет в сложившемся кризисе. Компания утверждает, что ведут свои внутренние перестановки и поиски злоумышленников. И еще, мол, они готовы дальше работать ради своих пользователей. Но вот захотят ли последние теперь искать себе тайную вторую половинку после скандала такого масштаба? А Барак Обама сегодня вернет в самой высокой горе Северной Америки имя, которым ее называли коренные жители Аляски. Более сотни лет назад ее переименовали в Маккинли в честь 25-го президента Америки после того, как он победил на выборах. До этого она называлась Деннели, что означает величайшая. И, кстати, последние 40 лет на Аляске ее называли именно так, прося федеральное правительство делать то же самое. И теперь эта просьба будет исполнена. А в период русской колонизации Аляски ее называли просто большой горой. Это так, к слову. Ну и напоследок у меня две совсем коротенькие новости. У берегов Египта в Средиземном море нашли огроменное месторождение природного газа, которое назвали Зор. Оно крупнейшее в акватории Средиземного моря и, возможно, возможно, во всем мире. Неделя назад, 25-го августа, впервые на Фейсбук за один день зашли аж миллиард человек. То есть, примерно каждый седьмой житель нашей планеты. Вот такие вот дела. Ну и так как 31-ое августа и прошла уже неделя с анонса нашего маленького уютного конкурса, самое время сказать, что все участники большие молодцы и заюшки. Спасибо вам, что вы откликнулись, вышли на прогулку в ваших замечательных городах и поделились этими прекрасными видами со всеми остальными. Мне понравились все участники, но, к сожалению, не все выполнили условия конкурса. Из всех тех, кто наиболее точно следовал инструкциям, мы выбрали троих. Маленькие памятные сувенирчики с Ригой отправятся Юлией Боляевой, Владимиру Лазарю и Азату Гематову. Если вам хотелось бы побольше подобной движухи с маленькими конкурсами, будем стараться устраивать подобную веселуху почаще, потому что я была рада вас всех увидеть. Ну а коммент дня к прошлому выпуску от Долг 007. Дедушка почувствовал вкус справедливости. Первые шаги восхождения КГБ Мэна. Проект можно по первой ссылке в описании. Поддержи.неновости.ру Пока! В городе Валбже, где якобы двое неизвестных нашли немецкий поезд с сокровищами, в среду была собрана пресс-конференция, на которой мэр подтвердил находку. Я не закончила ни одной картины. Они так и стоят у меня все дома в незаконченном виде. Кстати, некоторые из них можно было...